здравствуйте стран большой семерки призывают россию как на словах так и на деле подтвердить что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата об этом совместное заявление глав внешнеполитических ведомств джейсэн вот как это подтвердить не на словах а на деле только попытавшись начать ядерную войну а потом со словами не вышло прекратить ну или не прекращать с теми же словами а если серьезно может не стоило ставить мир на грань ядерной войны в таком деле не бывает что только одна сторона была виновата может не стоило изгонять россию с большой семерки и вплоть до объявления президента ядерной державы уголовным преступником вы от кого просите гарантии от человека который стоит ему появиться на территории цивилизованной страны будет немедленно арестован и отправлен в кутузку ну так имейте смелость посмотреть на последствия своих решений у меня никаких иллюзий насчет господина путина нет но он не одинок все лидеры джейсэн отвечают за происходящее в равной мере если речь официально идет о военном поражении россии на украине это не означает разве начало ядерной войны не по-моему именно это и означает вот и президент бразилии лула да сильва заявил что сша поощряют войну ну а пока ядерная война не началась публикую номер карты сбера если у кого не получается тиньков есть и ссылка на карту юмани спасибо всем кто помогает канал и незабываемый репост это тоже очень важно кратко на камчатке в акватории кранодского залива произошло землетрясение магнитудой 6 и 3 жители петропавловска ощутили толчки магнитудой до 3-4 баллов два человека получили ранения во время стрельбы в иерусалиме илон маск считает необходимым осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта в новосибирский ученик открыл в школе стрельбу из пневматического пистолета переводы произведений агаты кристи на французский язык отредактируют из книг английской писательницы уберут характеристики внешности происхождения персонажей считающиеся оскорбительными как уже сделал издательский дом харпер коллинск павлишерс ранее телеграф сообщал что из романа агат крис карибская тайна редакторы убрали отрывок где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку в романе смерть на ниле исчез фрагмент высказывания миссис алертон про отвратительные глаза и носы группы местных детей также из оригинального выражения его индийский характер сборники последние дела миссис марпл и два рассказа убрали слово индийский ну да я еще помню как из романов о шерлоке холмсе убирали всякое упоминание о службе доктора ватсона в афганистане а с другой стороны так ведь и майн кампф можно издать только обрезать чуть-чуть с третьей же все жду когда рука цензуры доберется до библии вот уж там есть где разгуляться пенсии растут но медленнее чем вымирают пенсионеры в двадцать втором году страховые пенсии россиян выросли почти на 20 процентов с учетом индексации с 1 января 22 года на 8,6 и 1 июня 22 же года на 10 процентов средний размер страховой пенсии по старости на 31 декабря прошлого года составил 19 808 рублей 28 копеек а средний размер страховой пенсии по старости не работающего пенсионера 20 842 рубля 21 копейку об этом говорится в докладе счетной палате посвященном исполнению бюджет пенсионного фонда россии за 22 год почему государство стимулирует пенсионеров не работать вот это отдельный вопрос особенно на фоне дефицита рабочей силы на рынке труда мне кажется было плагично доплачивать пенсионерам за то что они еще работали особенно на фоне заявлений что в действующей армии не хватает там того сего ну так наращивайте производство в том числе и за счет привлечения рабочей силы нет одновременно стимулируется сидение пенсионеров по домам и второе можно ли прожить на пенсию которую государство сейчас платит а с другой стороны люди не хотят и потерять грошовую прибавку за безделье призывников будут отлавливать по камерам видеонаблюдению система видеонаблюдения в москве используется чтобы определить место жительства призывников рассказал военный комиссар столицы полковник максим локтев как объясним военком основной причиной неявки граждан военкомат является проживание не по месту регистрации из-за этого им не удается вручить повестку кроме того по указанию мэра москвы организации в которых работают призывники представляют военные комиссариаты сведения о них образовательные организации помогают военкоматам определить где обучаются призывники то есть на добровольную явку призывников надежды мало надо фиксировать следить отлавливать я пожалуй воспользовался старым проверенным способом объявлял награду за поимку призывника сразу появились бы хэдхантеры сидели бы в кустах в засаде и вручали повестки в случае сопротивления силой укладывающие не обладают в кустах влажными массажами а не видеть окей Продолжение следует...